Так, друзья, давайте начнем, потому что сегодня последнее, внимание, последние 15 минут будет зачет. Ну, тест. Простенький очень, но мне надо отчитаться за ваши промежуточные знания. Так что, хватит света. Свет хватит. Поговорим об атмосфере. Начинается. Мы астрономы, нам надо знать про атмосферу все. Мы живем на дне воздушного океана, и не суждено нам второй Хаббл получить в собственные руки. Второго Хаббла, наверное, не будет. Вернее, все внеатмосферные наблюдения перемещаются внеоптические диапазоны, и никто не думает строить оптические телескопы в космосе. Ну, во всяком случае, хорошие. Давайте посмотрим, что нам дарит атмосфера. При небольшом увеличении мы замечаем ее присутствие? Нет. Прекрасное изображение. Во что мы сейчас смотрим на Луну? В какой оптический прибор? В хороший бинокль. Да, ну, очень хороший бинокль, скажем так. Делаем увеличение больше. Сейчас мы во что смотрим на Луну? Хороший любительский телескоп. Замечаем присутствие атмосферы? Начинаем замечать. Делаем увеличение больше. И вот тут начинается. Эту деталь кто-нибудь знает на Луне? Как она называется? А? Стена труда. Это какое-то из луна. Не застена это. Никто не знает в этой аудитории, как называется эта деталь? Нет? Стена. Стена. Прямая стена. Прямая? Прямая. Стена. Стена. Ее высота примерно 600-650 метров. Но за счет длинной тени тут примерно полтора километра ширина вот этой, собственно, полоски. И мы уже, ну, в общем, начинаем настораживаться, потому что детали такого же размера с трудом подойдут. Ну, ладно, не с трудом, но полтора километра мы еще различаем. Делаем увеличение больше, ничего хорошего не получаем. Картинка раздвигается, а четкость теряется. И в результате те же линейные детали мы видим, где-то километр-полтора, ну, километр в хороших условиях. А ничего больше не видим. Все остальное представляет из себя вот такое марево. Это влияние атмосферы. Это еще неплохо, кстати. А бывает и лучше, но в редкие-редкие моменты, когда вдруг установится на полсекунды качество атмосферы. А как правило, а тем более при длинных экспозициях, ну, например, как звезды мы фотографируем, там короткую экспозицию не применить, как с Луной. А они же не такие яркие, как поверхность Луны. Если маленькое увеличение, звезда точка. А если большое, вот киносъемка одной звезды. Кстати, тут очень много интересных деталей. Она не просто бегает, она не просто меняет форму, а мы еще замечаем внутри нее какие-то отдельные яркие детальки, точки. Что бы это могло быть? Это одна звезда. Ну, почему она разбита на такие кусочки? Эти кусочки называются спеклы. А это на самом деле дифракционные изображения этой звезды. То есть, если бы атмосферы не было, то размер изображения звезды, она бы стояла на месте, он был бы, ну, какой? Ну, вот такой вот. Это реальный дифракционный кружочек, но лучше мы не получим, потому что дифракция неизбежное свойство волнового движения света. И диаметр нашего объектива диктует размер дифракционного изображения. На самом деле мы мгновенно получаем вот такое. А почему оно такое большое? А потому что у нас объектив большой, и на разные его части падают лучи, прошедшие разными путями в атмосфере. И каждый путь немножко изогнут, потому что воздух неоднороден. А почему это? Бегает все. Давайте еще раз посмотрим. Бегает? Бегает. А потому что еще и атмосфера туда-сюда большими порциями колышется. Значит, путь луча через атмосферу всегда не прямой. Был бы он прямой, если бы это был вакуум. А у нас на пути области разной плотности, разной температуры. От температуры зависит плотность воздуха, от плотности коэффициент преломления. И мы получаем набор таких легких линз, слабых линз. Но их много, и в результате рассеивается путь. И получается, не там, не туда приходит, не в том направлении, куда мог бы, если бы не было атмосферы. Но она еще подвижна. И поэтому изображение бегает туда-сюда. И оно было бы маленьким, но мечущимся. Если бы объектив был маленьким, и на него падал бы только один луч, прошедший одним путем через атмосферу. А на самом деле объектив большой, и на него попадают лучи, прошедшие через разные области, по-разному преломляющиеся. И вот получается в сумме такая история. И при длительной экспозиции это засветит нам всю вот эту вот плюшку большую. Изображение звезды получается очень размытым и большим, и неприятным. Значит, как-то с этим надо бороться. Вот что нам надо знать, нам, астрономам, надо знать про атмосферу. Геофизикам, конечно, больше надо знать. А нам надо знать те неприятности, которые она нам предоставляет. Во-первых, она не полностью прозрачна. Надо знать, в каких диапазонах, насколько прозрачна атмосфера. В оптике процентов 20 света поглощается, когда он проходит через, ну, из области зенита, то есть через наиболее тонкий слой атмосферы. Потому что через любой другой, в любом другом направлении путь луча будет длиннее. И уже там не 20, а и 40, и 60. Страшное количество процентов. Например, если луч идет вдоль горизонта, то примерно в 40 раз больше количества воздуха он преодолевает, чем проходя через зенит. Сумеречные явления. Сумерки. Что такое сумерки? Кто скажет? Это когда. Какой период суток мы называем сумерками? Когда солнце уже суток. Когда солнце под горизонтом, а небо еще светлое. То есть рассеянный свет солнечный, он еще присутствует. А самого солнца уже не видно. Собственное освещение атмосферы. Даже если солнце глубоко под горизонтом и никакого рассеянного света нет, все равно воздух светится. Он светится, потому что в течение дня солнце его насыщало энергией. На самом деле ионизовало и разбивало молекулы, диссоциировало молекулы. А ночью они начинают рекомбинировать и отдавать этот накопленный днем свет. Так что ночное небо еще и само светится. Причем, кроме ночного неба, еще и за пределы атмосферы тоже приходит рассеянный свет. Но о нем поговорим. Рефракция. Это преломление луча. Как сказать, общее преломление луча. Не просто его разбрызгивание, а общий ход изображения оказывается не таким, как он был бы без атмосферы. Ну и дрожание. О нем мы поговорили. Дрожание — это временные вариации. А рефракция — это постоянное искажение пути луча. Просто потому что атмосфера, как линза, преломляет ход лучей. Давайте посмотрим. Иногда бывает атмосфера неплохая. И зенита почти не сказывается ее влияние. По крайней мере, заметить на глаз это невозможно. Но приближаясь к горизонту, мы начинаем видеть влияние все более и более сильное. И у горизонта уже... Ну, у самого горизонта вообще ничего не видим. Ну, где-то в 5, в 7 градусах, в 10 градусах над горизонтом уже яркие звезды проявляются. К счастью, наша атмосфера прозрачна в оптическом диапазоне. Это действительно большое счастье. Могла бы быть и непрозрачна. Но процентов на 60 атмосфера постоянно лишена облаков. Там, где облака, конечно, мы ничего не видим. Ну, где-то процентов 60 в целом по Земле атмосфера прозрачна. И мы хотя бы что-то видим, приходящее из космоса. Но смотрим в других лучах. Это ближний инфракрасный диапазон. Тот, который глазом не виден, но просачивается еще через атмосферу. И кое-что в телескоп можно получить. Почему мы думаем, что просачивается? Контуры континентов видны из космоса? Значит, из Земли в космос. Можно заглянуть в этом диапазоне. Но крайне неприятно выглядит поверхность. Вот, скажем, из Калифорнии мы чего-нибудь увидели бы сейчас. Ну, из Чили. Почему в Чили строят обсерватории? А вот, потому что в Чили почти всегда лишено облачности. И там очень сухая атмосфера. И оттуда можно заглянуть в космос. Чаще, чем из других мест. Например, из района Амазонки вы никогда ничего, наверное, ну, редко чего увидите в инфракрасном диапазоне. Там просто испарений много. Воды много, болот много. И в этом диапазоне воздух, насыщенный парами, все поглощает. А в дальнем инфракрасном диапазоне что мы видим из космоса? Ну, как, ничего. Облака видим, атмосферу видим. Но поверхность Земли не видим. А значит, из поверхности тоже ничего не видим. И надо запускать космические аппараты, чтобы в этом... Конечно, для геофизиков это чудесная возможность динамику атмосферы изучать. Но мы же не геофизики. Нам надо заглянуть в космическое пространство. Для нас это совершенно безнадежное дело в таком... В этом диапазоне... Это даже не дальний, это средний инфракрасный диапазон. Ну, и в нем уже ничего не видно. Ну, строение атмосферы, конечно, знаете. Я чуть-чуть повторю. Тропосфера — это та область, где хорошо перемешивается воздух. Потому что лучи Солнца проходят, нагревают Землю, и Земля, как источник тепла, подогревает воздух. И где-то до высоты километров 10-12 иногда довольно хорошо. Конвекция работает, перемешивается. Слой воздуха, восходящий и нисходящий. Именно поэтому самолеты гражданской авиации предпочитают летать выше 10 километров. 11 для них вообще идеально. Потому что там уже нет конвекции, и он летит в спокойных слоях. Ну, это уже стратосфера. Над границей тропосферы или по границе тропосферы уже можно спокойно двигаться. Там почти нет движения воздуха. Хотя облака еще возникают и выше, и выше, и выше. И до 100 километров можно проследить некоторые облачные слои. Об этом мы поговорим. А вот эта красная кривая — это ход температуры. Довольно любопытно он происходит. Сначала она падает. Когда мы летим на самолете, там за бортом какая температура? Ну, это минус 50 обычно, 55 даже. Ну, это зависит от высоты полета. Ну, 40, я что-то не припомню. Нет, там ниже 50 обычно пилот объявляет. Вот она, вот минимум температуры. Ну, это и понятно, да? Греет воздух земля, поэтому поднимаясь, воздух охлаждается. А почему он охлаждается? Каков физический? Куда тепло-то уходит? Расширяется и? Нет, излучает он слабо. Расширяется. Именно потому, что расширяется, адиабатическая расширение. То есть на расширение уходит энергия. Любой расширяющийся в пустоту объем газа, он отдает свою энергию именно на это движение, на расширение, адиабатически. То есть он не обменивается с кем-то теплом, а просто свое собственное тепло переводит из хаотического движения молекул в направленное, динамическое. Температура падает. А потом, смотрите, опять начинает возрастать. А теперь снова падает. То есть вот тут есть какой-то источник тепла, поскольку от него в обе стороны падает температура. А что тут? Высота 45-50 километров. Откуда там тепло? Озоновый слой, да. Там слой озона толстый, но примерно вот здесь где-то максимум концентрации озона. А озон поглощает ультрафиолетовые солнечные лучи. Ультрафиолета Солнце мало посылает, но там и газа мало. Там уже такое разреженное пространство, что этого малого количества ультрафиолетовых солнечных лучей достаточно, чтобы нагреть этот газ. И вот это второй источник тепла. А потом начинается вообще страшный рост температуры. Но это уже термосфера. Там практически свободное движение молекул. Даже уже не молекул, а атомов. Они там диссоциируются. Даже потом уже не атомов, а ионов. Они ионизуются, и такие остатки ультрафиолета и рентгенов солнечного нагревают эти слои газа, и они просто уходят в космос. Вот примерно так устроено. А, вот красиво. Я забыл. У меня еще есть такая красивая картинка. Тут все видно, как стремительно меняется температура. Ну, не так, конечно, четко, как на этом графике, но в общем, примерно так же. Атмосфера тянется очень далеко. Трудно сказать даже, куда она тянется. На днях я слышал доклад наших астрономов, которые со спутников изучают Землю. Они в очередной раз обнаружили остатки земной атмосферы на расстоянии примерно 100 радиусов Земли от поверхности Земли. То есть там, далеко за Луной, за орбитой Луны, тоже можно присутствие земной атмосферы почувствовать. Ну, слабая очень. Но вполне ощутимое, вот что это? Полярное сияние. А это что? Ну, что за аппарат? Шаттл, конечно. Вот с борта шаттла делают фотографии. И видно, что он летит сам в слоях воздуха, где происходит полярное сияние. Полярное сияние тянется... Ну, слои воздуха, где еще можно сфотографировать полярное сияние, а это воздух наш, до 600-650 километров. А космонавты летают там 400-450 километров. То есть они реально летают в разреженных слоях атмосферы. Так что называть их космонавтами не совсем правильно. Правильно, они летчики высокого полета, а космонавты — это те, кто, например, на Луну летал. Вот там уже действительно космос такой совсем внеземной. А это еще просто верхние слои атмосферы. А почему космонавты выше не летают? Почему бы им не забраться на тысячу километров, на две тысячи километров, чтобы их считали настоящими космонавтами? Как вы думаете? А сейчас есть радиация? Радиация, конечно. Да, выше начинаются радиационные пояса Земли. Поэтому космонавты летают в верхних слоях атмосферы там, где частицы радиации гибнут. Раз тут есть воздух, то быстрые протоны, электроны, ядра, то, что мы радиации космической называем, они тут сталкиваются с остатками атмосферы и пропадают. И космонавты, так сказать, жмутся к атмосфере, чтобы избегнуть высоких доз радиации. Потому что выше 600 километров это уже совсем негодное пространство. Ну, там можно, сколько там можно, недели две-три летать, а потом, в общем, наберешь большую дозу. Так что вот это вот, это очень высокие слои, где-то 300 до 600 километров над Землей, где космические лучи возбуждают свечение верхних слоев атмосферы. Кстати говоря, плохо изученное, до сих пор плохо изученное явление. Скажем, вот эти тонкие детали в изображении полярного сияния, их еще не до конца объяснили. Там сложное взаимодействие плазмы с магнитным полем Земли, неустойчивости возникают. А это очень интересно для физики, потому что термоядерные реакторы примерно от этого же страдают, вот от такого распада плазмы на отдельные части в магнитном поле. Так что это хорошая лаборатория для изучения поведения плазмы в магнитном поле, ну, в магнитном поле Земли. Ну и просто красиво, да? А для астрономов это еще и неприятность. Это дополнительное излучение. Тут вот мы видим небо, а тут полярное сияние забивает его и не дает увидеть. Кстати, настоящее полярное сияние, вот я никогда не видел такого полноценного полярного сияния. Кто видел? Прямо вот чтобы, да, вот в Мурманске где-нибудь. Видел? Но ты говоришь, да, вот, пожалуйста, у нас очевидец. Так ярко не бывает, да? Так ярко не бывает, потому что это фотография с определенной экспозицией. Мы видим, что с немаленькой экспозиции, раз звезды тут видны. Так что это только на фотографии такая красота. На самом деле нет. А может быть, просто не пришлось, да? Не повезло. Надо в Канаду ехать, наверное, чтобы полярное сияние чаще и ярче наблюдать. Ну вот, давайте посмотрим сюда. И скажите мне, сколько здесь источников плазменного излучения вы видите? Вот, ну, полярное сияние, понятно. Что? А что еще тут? Совершенно неожиданно в этом кадре и независимо от полярного сияния тоже светится. А? Это не метеор, это комета. Комета светится по той же причине. Разреженный газ, который теряет ядро кометы, возбуждается солнечным ветром и солнечным ультрафиолетом и тоже светится. И тоже, ну, иногда нам мешает, иногда помогает изучать космические дела. Ну и светится сама атмосфера. Сравните. Фон здесь и фон здесь. И мы понимаем, что даже если бы не было звезд, не было полярного сияния, небо все равно само по себе светится и тем ярче, чем больше толщина слоя воздуха, сквозь который мы смотрим. В зените, ну где тут зенит? Ну где тут, ладно. Не очень ярко, а вблизи горизонта, просто потому что большая толща воздуха, мы ощущаем свечение самой атмосферы. Ну, есть еще дневные оптические явления. Например, радуга. И я бы не сказал, что в школьном учебнике физики правильно или достаточно полно описана суть явления радуги. Вы когда-нибудь задумаетесь, что такое радуга, и перестанете это понимать, если глубоко задумаетесь. Например, почему здесь ярче, чем здесь? Вот перепад яркости. Ну, вот цветную полоску мы видим, но явно внутри дуги радуги намного светлее, чем снаружи. А это вот. Ну, еще вторая, да, там бывает еще более сложное преломление, там обратная последовательность цветов. А почему здесь светлее, чем здесь? В школьном учебнике это никак. Ладно, подумайте, подумайте. Надо иногда над простыми вещами, знакомыми, задумываться и понимать, что ты не до конца их, а физик должен до конца. Хорошо. А если радуга возникает, когда в воздухе взвешены капельки воды? Капельки сферические, поэтому там довольно просто можно построить ход лучей. А бывают не капельки, бывают кристаллики, если холодно. Вот, кстати, начинается сейчас период, когда в атмосфере будет холоднее, чем у поверхности Земли. Тут маленький плюс, а там будет заметный минус. Холодные слои воздуха приходят из Арктики. И у нас над головой облака будут не из капелек воды, а из кристалликов воды. А у кристаллика есть определенная геометрия, оси симметрии, и он уже по-иному преломляет свет. В первом приближении его можно считать шестигранным, и как шестигранный столбик, призмочка, он может по-разному преломлять свет и создавать нечто подобное радуге, только гораздо меньше углового размера. Вот это Луна. А это? Мы это называем ГАЛО. Не радуга, а ГАЛО, хотя, в принципе, это явление похожее, но оно имеет другую геометрию, можно сказать. Кстати, когда будете измерять угловое расстояние своей руки, вот пальцев, и ГАЛО будет на небе, 22 градуса от центра источника света до этого ГАЛО. Можете проверить, это примерно максимальная ширина ладони открытой. Можете проверить, так ли это у вашей ладони. Это численная модель ГАЛО, то есть теоретически рассчитанная. И мы видим, что тут довольно сложно. Разные грани, разное количество преломлений на гранях может происходить, и они создают и круглое ГАЛО, и параллельное горизонту, и в тех местах, где два типа, да, еще вертикальный столб, а там, где два типа ГАЛО пересекаются, там, конечно, избыток яркости и самое заметное место. Ну вот это уже фотография. Это была теория, а это фотография. Ну просто сложена она из двух кадров, потому что охватить трудно, одним объективом было. Вот наиболее яркие места. Иногда всего остального не видно. Вот это довольно слабое, кстати, свечение. А вот эти места очень яркие и легко заметные. 22 градуса справа и слева от Солнца по горизонтали. Наверняка вы их иногда видите. Может быть одно, а может быть и два, как мы их называем. Это только на кристалликах? Нет, только на кристалликах, конечно. Как называется это явление, кто знает? Паргелии. Да, ну либо ложные солнца, на русском языке говорят. Ну то же самое, паргелии. Второе и третье солнца. Оно довольно яркое бывает. Случается, что само солнце за облаком, и тогда на небе самый яркий источник. Это вот одно из этих преломленных его изображений. А это редкое явление. Ну по-английски еще говорят sun dogs, солнечные собачки. А это moon dogs, это луна полная. А это вот тут облачко случилось с кристалликами льда. Мы это наблюдали на практике, на пике Терскол, когда были позапрошлом году со студентами. Довольно красиво, на темном небе луна полная. И вот такая яркая цветная картина. Но я один раз в жизни только это видел. Мы изучаем атмосферу и понимаем, что чем выше поднимаемся, тем слабее сказывается. от присутствия атмосферы. Поэтому обсерватории строят как можно выше. Вот одна из высокогорных обсерваторий, когда-то на территории Советского Союза была. Наш институт ее построил в Казахстане. А над Алматой там есть чудное место, такой ледовый каток Медео. А еще повыше, над ним, наша обсерватория с двумя метровыми телескопами. Мы много сил уложили в это дело. Но как раз когда Союз распался, мы это дело потеряли. Это теперь казахская собственность. Там еще выше нас есть станция для исследования космических лучей. Так вот, там один из наших двух телескопов, Цейсовских, очень хороший, кстати. Жалко его. Ну, а там измеряли прозрачность воздуха. Вот здесь отложена, на графике отложена степень поглощения. Степень поглощения в разных диапазонах. От ультрафиолета, начиная от 400 нанометров, мы уже глазом видим, ну и где-то до 750 глазом видим, а дальше только приемники. Излучения работают. Посмотрите, на двух разных высотах. На равнине и в горах. Разница, ну вот в оптическом диапазоне, разница примерно даже больше, чем вдвое. Здесь процентов 30 поглощается на равнине, а в горах процентов 10 света поглощается. Ну, есть смысл. Это полосы поглощения молекул. Ну, тут уже инфракрасный, ближний инфракрасный диапазон. Значит, надо смотреть там, где молекулы не поглощают. У астрономов есть специальные светофильтры, которые отрезают справа и слева спектр и оставляют только то, что может проходить непоглощенная молекула. Так что в этом диапазоне можно работать, но не во всех его частях. Надо выбирать вот эти окна прозрачности, где протискивается свет. Смотрите, насколько... Вот здесь примерно в два раза влияние высокогорья сказывается. А здесь во сколько раз? Ну, я думаю, раз в четыре, а то и в пять. Красное выше, чем голубое. Почему? В горах воздух не только разрежен, он еще и сухой. Там прохладно, пары воды конденсируются. Ну, это вода. Она тут, она на поверхности лежит, снегом она не летает в воздухе. И поэтому пары воды гораздо слабее себя проявляют в инфракрасном диапазоне. Это transparency, то есть это пропускание. Это график обратный, что где проходит, а где не проходит, где поглощается. А на Мауна-Кеа, помните, что это за вершина? Я вам ее показывал. Где она находится? На Гавайях, на острове Гавайях. Там где два десятиметровых телескопа. Ну, там пропускание почти стопроцентное в оптическом. А, это в инфракрасном, в дальнем инфракрасном диапазоне. Поэтому туда и полезли астрономы. Но есть, конечно, места, где поглощение работает. Это наиболее даль. Но это уже даже не инфра, а субмиллиметровый, скажем так, диапазон. И там, конечно, все хуже, хуже, хуже. Но все-таки где-то можно найти лазеечки, в котором что-то проходит. Поэтому на Мауна-Кеа стоят антенны субмиллиметрового диапазона. А самые крутые антенны, вы помните, где, да? Это Алма. Помните, что такое Алма? 64 тарелки. Он стоит еще выше. Мауна-Кеа 4 километра высотой. Алма стоит в пустыне Атакама. Там 5 километров высотой. И вот в этом диапазоне. Там еще лучше. Там почти 90-процентное пропускание. И там можно работать. Ну ладно, это оставим. Посмотрим на земной шар. Вероятность облачности средняя годовая. Проинтегрировали по всему году. И цветом показали на фоне географической карты, где облачность высокая, а где облачность почти никакая. Значит, если астроном выбирает место для строительства обсерватории, какое место он выберет? Слушайте, а вам этот свет не мешает? В глаза не падает? Ну смотрите. Тут два места привлекают внимание. Ну, во-первых, Антарктида. Очень сухое место, правда? Облаков там почти не бывает. И пустыня. Ну вот здесь вот Сахара и полуостров Аравийский. А, подожди, про Чили. Оно маленькое, оно вроде не привлекает. Австралия, но Австралия, ну так, не очень синяя. А, Калифорния еще, да, вот тут Калифорния, Чили, но они маленькие. Казалось бы, надо строить, вот где надо строить обсерватории, да. Цивилизации близко и облаков не бывает. Ну почему-то там не строят. Там гор нет, там песок есть и ветер сильный. Плохо. А в Антарктиде строят? Да. Да, на Южном полюсе высота 3,5 километра. Между прочим, на Южном полюсе от уровня океана, это хорошие горы, 3,5 километра. И очень сухо, и не бывает облачности, но холодно. И есть нечего. Поэтому у кого деньги есть, те там занимаются астрономией. Но не у всех они есть. А вот более благоприятные места, конечно, Калифорния и Чили. Чили особенно. Ну вот поэтому там и строят. Влажность. Влажность тоже важная вещь, особенно для наблюдений в инфракрасном диапазоне. Ну там, где холодно, влажность низкая, там где тепло, влажность высокая. И вновь смотрите, даже в области, ну в субтропиках, да, и в тропиках выделяются два места. Это что? Тибет. Тибет и Чили, да. Казалось бы, Тибет больше. Там надо строить обсерватории. Они там есть? Ну, они там есть. Есть. В Индии есть несколько обсерваторов. Китайцы там ничего не строят, насколько я знаю. А в Индии есть. Они построили на высоте 4,5 километра и жалуются на плохую погоду. Да, там ветер сильный, там не очень хорошо. А в Чили вновь, смотрите, прямо вот избранное место. Даже Калифорния тут уже уходит на второй план, а Чили по-прежнему сухое, холодное, выгодное место. Ну вот из этих соображений народ и решает, где ставить телескопы. Сумерки. Это я из своего кухонного окна сфотографировал. Сумерки. Только-только Солнце зашло за горизонт. И смотрите, какая прелесть. Видим Меркурий с трудом, Сатурн, Венеру прекрасно, она всегда первая появляется, Марс. Юпитер у меня не поместился, он вот тут вот. Ну просто объектив был не очень широкоугольный. Хотелось еще ландшафт снять. Юпитер тоже был здесь. Такой парад планет. То есть планеты первыми появляются даже до звезд еще. Но атмосфера светится, и ее подсвечивает Солнце из-под горизонта своими лучами, которые из-под горизонта выходят, и верхние слои атмосферы. Мы тут, мы Солнца не видим, а над нашей головой освещенные солнечными лучами, выходящими из-под горизонта, слои воздуха. Вот примерно так суберечные явления. Мы здесь, Солнце зашло здесь, наиболее яркий сегмент, он так и называется, сумеречный сегмент атмосферы прямыми солнечными лучами подсвечен, и мы его видим хорошо. А дальше отсюда рассеянный свет попадает сюда, куда прямые солнечные лучи не доходят. Поэтому там на восточной части довольно темное небо, над головой светлее, а в западной части, где Солнце опустилось, там сумеречный сегмент самый яркий. В принципе, тут прямыми солнечными лучами что-то может быть освещено, если оно далеко. Нижние слои в тропосфере уже в темноту погружены, а вот тут вполне себе дневной свет. И чем выше мы поднимаемся, тем дольше можем быть освещенными солнечными лучами. И вот такая история бывает. Смотрите, ночь, более того, полночь, полночь, Солнце довольно глубоко. Ну, не очень, на самом деле, потому что это средние широты, середина лета, вблизи летнего солнцестояния, так что особенно глубоко Солнце под горизонт не уходит, но все-таки светила какие-то видны. А что же это за облака, которые так ярко серебристые? Как они на международном языке называются? В международной номенклатуре, скажем. Ну, серебристые, это мы их называем. Мизосферные облака. А, мизосферные, это немножко другое. Нет, ногтелусенд клаудс. Ну, клаудс понятно, а ногтелусенд, то есть ночные светящиеся облака. Вот это я со своего балкона фотографировал, между прочим. Оцените качество, мне нравится. Я живу на юге Москвы, а это направление на Кремль, ну, в общем, на север. Центр Москвы, понятно, залит желтым светом, это все фонари, рассеянный свет ночных фонарей, а дальше серебристые облака. Это Луна, а еще где-то там, еще какое-то светило вот тут вот. А? Так, хотите спросить, говорите так, чтобы слышали все. Почему Луна вытянулась? Куда она вытянулась? Она пересвечена просто очень сильно. Да нет, никуда она не вытянулась. А, вверх вытянулась? Ну, это я, наверное, немножечко сжал кадр. Да, немножко сжал. Но он был из двух кадров составленный. Хотелось весь его уместить. Наверное, это немножко геометрию я нарушил. Там еще тени где-то из блюзоров. Где тени? На Луне. На Луне? А, ну часть, да нет, это просто темная... Это как это называется? Пепельный свет Луны. Можно спросить, а это... А, нет. Серебристые облака довольно полезная вещь. Почему? Они возникают на высотах 90-95 километров. Ну, от 80 до 95 километров. На этих высотах у нас нет никаких надежных носителей приборов. Самолеты выше 25 километров не летают. Ракет, спутники ниже 100 километров, даже 150 не опускаются. И вот самый неизученный слой атмосферы — это где-то от 30 до 120, скажем, километров. Туда иногда ныряют геофизические ракеты. Подпрыгивают и падают обратно. И несколько минут там способны что-то изучить. А тут у нас долговременное явление, которое на этих высотах присутствует. Как оно образуется? Ну, теперь, кажется, разобрались. Но, в общем, довольно долго не понимали. На высотах порядка 100 километров что из космоса прилетает и разрушается? Метеоритики мелкие. Метеориты? Ну, совсем. Те, что метеоры рождают, вот вспышки метеоров как раз и на этих высотах. Значит, маленькие частицы твердые там разрушаются космически. А раз разрушаются, то некоторое количество пыли метеорной все время на этих высотах присутствует. И даже небольшое количество паров воды, если есть на чем конденсироваться, оно конденсируется. Так что происхождение, вроде бы, их понятно. Это совокупность разрушившихся метеорных частиц и паров воды, которые туда с трудом, но все-таки иногда долетают. И вот эти волнообразные детали, они, во-первых, помогают проследить за скоростью перемещения облаков, а значит, измерить скорость воздушных потоков на этих высотах. Во-вторых, они не просто так возникают, просто так волна никогда не возникнет. Когда возникает волна в атмосфере? Когда есть слои разной плотности, и они движутся друг относительно друга. И тогда возникает вот такая, ее называют, флаговая неустойчивость. Как флаг колеблется на ветру, когда обтекает его поток воздуха, так же колеблется граница двух слоев атмосферы, если они друг относительно друга перемещаются. Так что мы еще можем выяснить и слоистое строение атмосферы там. А для астрономов это еще и очень неприятное явление. Почему? А дело в том, что вот здесь мы хорошо различаем серебристые облака. Это сумеречный сегмент. Тут прямые солнечные лучи рассеиваются. На этих очень эфемерных, почти прозрачных, но все-таки на фоне темного неба видимых. А дальше? Дальше мы их не видим. А что, их нет дальше? Атмосфере. Какое дело вот там образовывать облака или тут их образовывать? Они есть и здесь. Но они здесь не видны. Более того, они сейчас видны только благодаря тому, что это конец июня, день летнего солнцестояния. И солнце где-то вот тут неглубоко под горизонтом, и потом восход будет. А если это зима, и солнце уйдет туда, и ничего не подсветит нам, мы будем уверены, что небо чистое, что на нем можно астрономические наблюдения вести. И будем смотреть на какую-нибудь звезда, и будем измерять ее яркость. А в это время, на высоте 100 километров, плывут вот эти вот самые, с такой волнообразной структурой облака. И что будет со звездой, с изображением звезды? Она начнет менять свою яркость. И это реально, ну, был период где-то в конце 60-х, начале 70-х, где люди открывали переменность блеска звезд, полагая, что это вот звезда так колеблется, ее яркость. А потом выяснялось, что это серебряное. А как выяснялось? А потом стали делать приборы двухлучевые, которые одновременно на две звезды смотрели. Одна здесь, другая здесь. И сравнивая их блеск, ты понимаешь, что они мигают совершенно синхронно. Ну, а поскольку звезды не могут синхронно мигать, значит, это какое-то явление в атмосфере поглощает их свет. Это довольно серьезная была проблема для тех, кто изучает переменные звезды. Она и остается, эта проблема. Просто мы научились ее решать. Свечение атмосферы. С борта МКС это хорошо видно, потому что с борта МКС можно вдоль слоя долго смотреть, набирать яркость. И тогда мы видим, какие слои светятся. Как правило, светятся верхние слои атмосферы, потому что нижние туда не пробиваются, солнечные ультрафиолетовые лучи, они не возбуждают свечение молекул. А тут молекулы днем диссоциируют, ночью рекомбинируют и отдают энергию, отдают свет. Это тоже не очень приятная вещь. А спектр ночного неба, беззвездного, то есть спектр темного неба. А потому что оно не темное на самом деле, у него есть свой спектр. Что? Это что значит? Ну, словами можешь выразить, восхищать. Челенгарян. Кто такой Челенгарян? Уже все знают, кто такой Челенгарян? Правильно, он приходил сюда, вы его знаете. Великий человек, безусловно, один из наших лучших выпускников. Вот он на БТА снял спектр. И что мы видим в спектре ночного неба? Мы видим линии излучения, линии поглощения, то есть оно вполне себе светится. Ну вот, например, линия излучения чего? Кислорода. Давайте разберемся с этой нотацией. Что значит квадратные скобочки и римская единица? Единица говорит о том, что это нейтральный атом. Это не молекула, это все-таки атом, не О2, это атом, но он нейтральный, у него все электроны на месте. А квадратные скобочки говорят о том, что эта линия запрещенная. Как же она появилась, если она запрещенная? А у спектроскопистов это такая терминология. Они называют запрещенными линиями те, которые сами не видят в лаборатории. Они их не видят потому, что атом, возбужденный в это состояние, очень долго в нем остается. Ну как долго? Около секунды вообще может оставаться. А потом только электрон падает вниз и излучает эту линию. Но целую секунду возбужденный атом в лабораторной установке не проживет. Он обязательно с кем-нибудь столкнется или со стенкой этой камеры, либо с другим атомом, и отдаст эту энергию без излучения, просто в тепло оно уйдет. А в разреженном газе возбужденный атом может долго летать, 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 ни с кем не сталкиваясь, а потом отдать в виде кванта света. И вот, пожалуйста, этот квант. То есть спектроскописты не видят эти линии в лабораторных условиях, ну разве что очень сильно откачают какую-нибудь установку свою. А мы в космосе видим, или в верхних слоях атмосферы, что же самое. А вот это, что это такое? Смотрите, заметная линия излучения чего? Ртути. Это что у нас в атмосфере? Ртуть? Это мы дышим ртутью, что ли? Парами ртути? Да что вы, какой бы это был кошмар, если бы в атмосфере пары ртути летали, да еще и светились бы. Откуда же эта линия? Ну вы уже родились в эпоху желтых уличных фонарей, да? Вы привыкли, что все уличные фонари таким желтоватым светом светят, потому что там пары натрия светят, а у натрия желтая линия яркая. А еще, ну во-первых, это вон такой далекий год, а во-вторых, это БТА, то есть весьма такое удаленное от цивилизации место. И там в ту эпоху еще сохранились старые ртутные фонари. Когда-то они и в городах стояли, там пары ртути светятся. Так что это линия излучения ночных фонарей. Ну где-то в окрестных селах, там рядом с обсерваторией, освещение-то есть. А когда-то мы на них злились, а потом поняли, очень хорошо. И пусть оно остается, вот эта линия ртути, во всех спектрах звезд, галактик, которые мы снимаем. Почему? Она всегда нам четко показывает, как репер, что вот тут линия ртути лабораторная, то есть неподвижная относительно телескопа. На нее всегда мы знаем хорошо ее длину волны, на нее можем опереться и построить, понять, какие линии в спектре звезды, например, или галактики, сдвинуты из-за движения этой звезды или галактики, сдвинуты Доплер-эффектом. Так что линии ртути сегодня служат просто как опоры для изучения спектров космических объектов. Мы на них не обижаемся, они вполне полезными оказались. Ну вот тоже, это часть просто спектра, ртуть весьма. Какая ртуть, ионизованная или нейтральная? Нейтральная, правильно. Если бы ионизованная, была бы двойка, дважды ионизованная тройка и так далее. А, вот еще, вот, это какая линия? Ну-ка, расскажите мне. Запрещенная линия азота, атома, атомарного азота. Ну, спектры надо знать. Есть хорошие сайты, где вы зайдете, там, таблица Менделеева, и тыкнув на любую клеточку, на любой элемент, вы получите внешний вид спектра. Очень советую познакомиться. Спектры разнообразны. Водорода простой, а есть элементы йод, например, где безумное количество линий. Именно йод, а точнее пары йода, помогли получить Нобелевскую премию. Месяц тому назад, знаете, кому Нобелевскую премию дали, да? За открытие экзопланет. Так вот, как раз потому, что люди знали, как хорошо выглядит спектр йода, и использовали его для сравнения со спектром звезд. И обнаружили движение, и открыли экзопланеты. Так что спектры лучше себе представлять. Для астронома эта вещь полезна. Рефракция. Ну, так грубо можно разбить атмосферу на слои все менее и менее плотные, вплоть до космоса. И мы смотрим, как идет луч света из космоса, падает на границу. Ну, никакой границы нет, конечно, я так грубо себе представил. Падает на границу менее и более плотной атмосферы, преломляется дальше, преломляется, преломляется. И на Землю приходит уже не в том направлении, в котором он к границе атмосферы подошел. И когда человек смотрит отсюда в телескоп, ему кажется, что звезда там, а не там. Вот это явление рефракции. Но оно довольно сложное. Это я нарисовал просто луч одного цвета, идущий от одного точечного источника. На самом деле, конечно, ситуация с рефракцией очень сложная. Во-первых, степень преломления зависит от того, как далеко от зенита мы видим звезду. Если она в зените, никакой рефракции не будет. Луч перпендикулярно на все слои попадает и никуда не преломляется. Так что в зените рефракция нулевая. Но чем больше зенитное расстояние усветило, тем сильнее рефракция. И если мы смотрим в горизонт, ну или очень близко от горизонта, то на полугловых градусов изменяется направление на объект. Пол градуса — это же диск Луны или диск Солнца. Представьте себе, вы видите у горизонта Луну, например, ну или Солнце, а его на самом деле там нет. Рефракция подняла его и как бы приподняла над горизонтом. На самом деле, если бы не было атмосферы, вы бы уже светило не увидели. Ну вот, вы его видите здесь, а на самом деле оно вот тут. Просто загнулись лучи света и попали в телескоп. Выходит, что продолжительность дня еще из-за этого больше, чем она могла бы быть. Потому что Солнце дольше находится над горизонтом из-за рефракции. К тому же, Солнце, Луна и вообще любой протяженный источник, они довольно велики по размеру. И нижний край от верхнего из-за рефракции довольно сильно отличается. Но, во-первых, поглощение. Поглощение в атмосфере здесь и здесь, конечно, разное. Вблизи горизонта оно стремительно нарастает. И видите, тут уже не осталось не только голубых лучей, но и желтых лучей, а проходят одни красные. А тут, ну, почти белый, ну, конечно, не совсем белый, но все-таки гораздо больше зеленых и, может быть, даже голубых лучей. То есть вот тут градиент цвета очень сильный. Раз. Во-вторых, рефракция здесь намного сильнее, чем здесь. Поэтому еще и геометрическая форма изображения меняется. Вот давайте посмотрим. Луна над горизонтом приближается к горизонту и начинает как бы сплющиваться, еще сильнее сплющиваться. Потому что ее нижний край намного сильнее приподнимается рефракцией, чем верхний край или даже чем центр диска. Вся она приподнимается, но еще и нижний край сильнее приподнимается. Вот я нашел весной этой снимок, сделан с МКС. Вон как сплющилась Луна. Там уже ни о каком круге. Ну да, но почему нет? Нормально видно. Или вот как нижний край Солнца приплюснулся. Красота. Но ничего хорошего на самом деле. Степень рефракции зависит от плотности воздуха, от температуры воздуха, от влажности воздуха. И когда вы хотите точно измерить координаты светила на небе, представьте, вам нужна точность вдоль угловой секунды, а рефракция на десятки минут меняет видимое положение светила на небе. Ну, у горизонта, в зените, конечно, не так сильно. Это очень важная вещь. И он со времен Брэдли и Галилея, ну, Галилея еще не учитывал, но Брэдли уже учитывал эту эпоху Ньютона. И довольно важно для каждой обсерватории, для каждого сезона, для каждой температуры внутри сезона составляются таблицы рефракции, чтобы учесть, как смещается положение светила. Ну, вот еще один хороший снимочек. А когда мы наблюдаем звезду, хорошо, если она точечное изображение имеет, но так не бывает, и она за счет рефракции вытягивается в такой вот эллипс. Почему? А лучи разного цвета по-разному преломляются. Дисперсия эта существует, как в призме преломляются лучи по-разному, так же и в земной атмосфере. Сильнее всего преломляются голубые, и изображение звезды в голубых лучах, ну, или в синих, да, напишем, в синих лучах, оно выше поднимается. В желтых не так высоко, но в красных тоже поднимается, но менее всего. И вместо звезды из-за рефракции мы видим такой вот спектрик. И вопрос, а куда наводить перекрестие телескопа, чтобы измерить координаты этой звезды? Вот все это довольно важные вещи, которые приходится преодолевать. Ну, к тому же, слои воздуха могут быть по-разному нагреты, могут быть плохо перемешаны, вот над поверхностью океана, например, когда заходит солнце, верхние слои охлаждаются, прижатые к воде они некоторое время температуру поддерживают, и там уже не рефракция, ну, рефракция, но она такая, что мы видим какие-то жуткие изображения, миражи, можно сказать, вместо объекта. Солнце превращается в такое непонятное явление. Так, теперь у меня вообще-то было заготовлено рассказать вам про летающие тарелки, поскольку там есть много явлений, с которыми астрономы должны быть знакомы. Но быстренько, если быстро тест пройдем, то расскажу. Так, внимание, у нас 20 минут, я все-таки более-менее коротенько хочу вам об этом явлении рассказать, поскольку там много интересных и атмосферных, и космических, важных для астрономов явлений. Ну, про Энелова много чего знаете, просто напомню, что история началась, ну, так сказать, начала раскручиваться после Второй мировой войны не то тянет. И вот этот товарищ, Кеннет Арнольд, или Арнольд, первым сообщил журналистам о том, что видел НЛО. И летал он над штатом Вашингтон, который далеко на северо-западе США, над горами. И вот эти же горы сегодня выглядят вот так. Чувствуете, какие странные облака над ними? Редкие облака. Мы таких обычно у себя на равнине не встречаем. в горах такие встречаются. Мы о них еще поговорим. Или вот та же самая гора Райнерд, в которой летал этот Кеннет Арнольд, а тут она на фотографии, и тут, видите, какой странный облак. Не мудрено испугаться и принять залетающую тарелку. Ну, как они облака... Или вот, например, тоже над этой же горой, но уж совсем две ины ложки, да? Да, ну, более или менее одинокая. Там еще есть горы, но так рядом с ней ничего подобного нет. Как образуются эти облака, довольно понятно. Это так называемые кумулятивные облака. Воздух течет над поверхностью Земли, наталкиваясь на склон горы, взмывает вверх, а взмывая, он охлаждается. А охлаждаясь, пары воды превращаются в капельки. И мы видим облако. Воздух дальше будет течь. Он обтечет эту вершину, спустится по другому склону, спускаясь нагреется, и конденсация прекратится. А это место останется над вершиной. И даже несмотря на то, что поток воздуха движется, и, скажем, облака более высоких слоев летят по небу, а эти, как вкопанные, будут стоять, потому что это нематериальное тело, это, как сказать, фазовая картина. В этом месте что-то происходит. Пары воды превращаются в капельки воды. Ну, всяких товарищей уфологов мы оставим в покое. Ну, это не смешно. Над этими людьми смеяться грешно. У нас в стране увлечение летающими тарелками, как ни странно, началось с хорошей книги, написанной замечательным нашим астрофизиком Йосифовичем Шкловским. Мы у него учились, вот мое поколение, я даже диссертацию писал у него. Он в начале 60-х написал замечательную книжку, в принципе, посвященную астрономии и возможности связи с неземными цивилизациями. Но некоторых она свихнула вот в сторону увлечения. А вдруг они уже тут? А вдруг эти странные явления в атмосфере это космические корабли пришельцев? Ну и началось. НЛО над городом Токио. Что это такое? Телебашня, конечно. Ну, там вот как раз область ресторана на этой телебашне оказалась между облаками. Или вот в Москве на юго-западе Москвы товарищ сфотографировал, даже послал в газету, мне это подарили, да, этот снимок из газеты «Комсомольская правда». Вот говорит, над нашим микрорайоном летала НЛО. Что это такое? А? на зонтик летал. На зонтик летал. А что, а что, а что, вылежу сфотографировали? Я недавно сфотографировал такое же. У себя на... Понятно, да? Ну, тут понятно, а тут не совсем понятно. Хотя та же самая бабочка, сидящая на стекле. Вот. Еще одно НЛО. Тоже кепка летит в головой. В общем, много таких странных. А вот, пожалуйста, вам явление, которое, ну, не так просто объяснить. Человек фотографировал, ну, ночью, елку, со вспышкой, очевидно. И вот, ну, тут в увеличенном, видите, что это такое? Блик. Ну, можно сказать, что блик. На самом деле, не блик, а расфокусированное изображение ярко освещенной фактически точки, снежинки. Там дифракция видна очень хорошо. Просто резко... Автоматическая камера, она вообще такие шутки легко делает. Она навела резкость на основное изображение, которое в кадре, а те, что рядом летят, рядом с объективом, они оказались вне фокуса. И вот вам, пожалуйста, такие штуки. Еще одно. Это старая, кстати, фотография, задолго до появления автоматических камер. Ночной пейзаж, завод, ярко горят фонари, они передержаны, очень яркое изображение. Вот столбы, на них фонари. Тут уже ночное небо темное, а на нем летающие тарелки. Что это такое? Вот это уже блики. Вот это то, что мы с вами говорили. Это чистые воды блики и характерная форма. И вы всегда, взяв источник света и его блик, блик и источник, всегда пройдете через центр поля зрения. Потому что линзы все. в открытии камеры было очень много сиба. Ну, конечно, да, там большая камера, длинный объектив, и на нее еще, если бы одели бленту, которая вообще-то от блика хорошо защищает боковой кучей Солнца, то это совсем неудобно было бы работать. Для них объектив был без бленты. Помните, что такое блент? Да, трубочка. Не прозраю. И вот на часто очень, на многих фотографиях, привеземых с Луны, такие вот к НЛО летают. На самом деле, конечно, это от солнышка блики. А это блики от Луны. Фотография нашего выпускника Юрия Саши. А Луна и, пожалуйста, цепочка, который так злик проходит. Тоже яркий источник на темном поле. Кстати, в которой я непосредственно участие принимал, довольно интересная история. В начале 80-х была очень сильная, был большой интерес на НЛО. И мы тут, чтобы развеять этот интерес, собрали в Гаиши ученых и журналистов и стали им рассказывать, что все это ерунда, это облака. это блин, это вот, но вообще никаких на небе нет. И тут ко мне подпадено еще руководил этот процесс, он был председателем студенческого научного общества, и казалось, что все, проблема развеечена, тут ко мне покоя покажет. Сергей Шибарова говорит, пока не тут говорят, поэтому нельзя в лаборатории, чтобы покажу, у нас это сядышка под лабораторией. Мы спустились, он показывает свежее проявление фото пластины, мы говорим, смотри, мы в Галактике, понятно, а это что? Начали на карте смотреть, на карте не было ничего подобного, я говорю, ну, Сереж, наверное, взять, сказать, давай соседними возьмем пластинку, другую, сфотографировано, опять же, области нету, взяли, на ней то же самое, только в другом месте, вот такое же. Ну, я быстро засчитал, с какой скорость она перемещается, как далеко от земли должна летать, и так далее. И, в общем, думаю, вот возьми сейчас эту фото пластину, выйдет конференц, зал, покажи, не публика, тот бы все бы на лобои повеяли. Выяснилось, что вот тут вне боли зрения яркая звезда вверх была. Этот блик от звезды. Вот это вот, честно говоря, мы тогда еще не очень опытные в этих делах астрономы, не ожидали, что от звезды может быть такой яркий блик, но характерная форма. Помните, как выглядели в литерах? А, вонарей. Баранка, вот, прокруда спиксы, да? Напоминает космическую станцию, как и Весолковский себя представлял. А почему она сместилась? А потому что этот телескоп немножко металл его не тянет. Еще одна история, в которой мне тоже пришлось участвовать. В 10-й год вдруг в сети пошла такая история. Очень быстро это по всем сайтам бросали. Почему? Потому что вот этот кусочек фотопластинки паломарского обзора. И кто-то на одной фотопластинке увидел вот эту вот штучку. Ну и пошло. Торма Геннелоб угрожает земле, они несутся к нам, они уже пересекли архиду Плутона и через несколько месяцев будут тут. Вообще говоря, это научный снимок. А фотопластинки, полученные паломарской камеры Шмидта это вообще лучшее, что было тогда в астрономии и вдруг на них вот такая невероятная вещь. Я взял тогда, ну, то, что там было написано, это, конечно, старые сотрудники НАСО выгрождают, что правительство все скрывает, что они несутся на нас, так далее. Понятно. Уволенные из нас старики, они очень любят такие вещи. А я взял, но астрономка должен знать детали этой работы. Паломанский обзор делался так. Одна и та же область неба фотографировалась в красных и в синих лучах через светопит. В красных и синих. Почему? Чтобы сравнить цвет звезд и понять, какие из них горячие, какие холодные. Двух цвета. Я тут же взял в сети, тогда уже были отсканированы все пластины. То, что нашли люди вот это, куда оказалось синяя пластинка, я взял красную так даже сняли на землю. Ничего нет. Ну, либо космический корабль густо синей краской покрашен, красная не отражает, либо это кислый пиленна. Я нашел еще рядышком другую штучечку, посмотрел, как сканирование происходило. И ясно было, что это, в общем, полоски связаны со сканеркой. Сканер снимал изображение на фотопластинке. И выяснилось, что из двух тысяч фотопластинок, полученных на Каламарском телескопе, только на одной оказалось несколько вот таких грязнувиков. А это грязнувик. Это просто попали какие-то ниточки на эмузистую фотопластинке и они дали нам вот такой вот эффект. Поскольку фотопластинка сначала снимается, она негативная дает изображение, то черная ниточка, когда негатив превращается в позитив, она белый выглядит. Ну и вот такая история получилась. Я написал об этом сети заметочку и примерно дней через 5-6 эта сенсация просто так резко по экспоненту пошла на нее с людьми спокойно. То есть наша задача, если вы профессионально понимаете, то им объясните. Ну что, ну бывают конечно сенсации связанные с рекламой чего-то, ну это понятно, людей не хотят. А бывают сенсации просто понедокумабельны, понезнабельны. Так вот наша задача, если мы понимаем в чем дело, просто публика это объяснит. Вот эта история тоже любопытная. Американцы были на Луне, привезли массу к этому. И вот на одной из них люди увидели нечто. База НЛО на Луне. Крапета космонавта спиной стояла, а надо было повернуться и увидеть там летающие тарелки. за Бугром. Вы не поверите, но на основе вот этой вот одной фотографии книга была написана и сотни и сотни журнальных и газетных статей с описанием базы НЛО, как они подглядывают за работой астронавтов, а так далее. Ну да, ну вроде похоже на край какой-то летающей тарелки. Берешь соседний град, при другом освещении солнечном и видишь, что там просто склон освещенный солнцем, склон в тени, склон освещенный солнцем, и когда перепечатываются фотографии, контраст повышается, он всегда повышается. При сканировании, при печати, особенно газетах, исчезают полтона, тут чернота, как будто бы в элементах, и остается только ярко освещенная часть. Ерунда, любой грамотный фотографии, это понимание. Вот тут уже сенсация связанная с чистой экономикой. Людям надо было продавать статьи, продавать книги, возбуждать интерес публики к своей цели. Это чистая торговля выдуманной информацией, потому что ничего не стоило понять, что это такое. Ну, значит, на мягком снимке виден склон горы на жестком снимке, кажется, что это то-либо с ракетой в крови тающей терапии. Тоже надо научиться этим. Еще одна сенсация, в которой я тоже принял участие и развенчал ее, это совсем редактор по нашим понятиям 5 лет назад, тоже вроде бы материал научный, кто-то занялся на карте Google Moon, а есть сайт, где может вполне будет. Вот такое. Ну, что это? Кратер, затененное пространство в глубине кратера и цепочка фонарей. Полешается там полосово строит, ну, становиться же нормально. Нормально? А, что же на самом деле как? Холмики, такие холмики. я бы сказал, что это уж точно была бы работа пришельщика. Такие вот холмики аккуратные через несколько километров один другого сделала. Надо разбираться. Бьешь на Google и смотришь. А они куда не взяли этот материал? Не сам же Google фотографировал. Этот материал им продали японский. Хороший японский спутник как будет. Он фотографировал все у него была хорошая оптика. Все было хорошее кроме радиоканала. Радиоканал был сладенький. И он не мог все что сфотографировано в высоком качестве передать на землю. Поэтому они упаковывали сжимание изображения так как мы это делаем JPEG и все знаете. Файл можно в 10 или 20 раз сжать по объему. Но ничего просто так не бывает. Что прямо теряется? Качество снимка чем сильнее жарят тем. А иногда появляются те детали которых не было наисходной снимке. появляются они. Для этого надо знать как происходит алгоритм сжатия. Например JPEG. Сейчас происходит довольно своеобразное. Ну собственно просто. Фурье преобразованный. Вы его еще не знаете. Но в славах он может быть. Вся фотография разделяется на маленькие области. 8 на 8 пикселей. И в каждой из этих областей если вы берете маленький кусочек то там почти неизменная яркость по всей поверхности этого маленького кусочка. все меняется. И чтобы представить это изменение не пикселями отдельными рисовать 8 на 64 пикселя еще яркость надо каждому приписать. Делают фурье разложение то есть представляют видеть сену сует голову. Как правило там одной двух гармоний хватает чтобы градиент яркости написать. И все 2 3 числа и вы передали информацию об этом кусочке фотографии. Но когда резкий переход от яркого к темным тут уже проблемы это же ступенька. А как ступеньку описать с помощью синусоидов? Синусоид это мягкое а ступенька в изображении в яркости неожестая. Какой-то такой полуволной можно, но не очень похоже. Надо более высокочастотной полуволной и еще более высокочастотной вообще говоря передать жесткую ступеньку надо бесконечное количество синусоидов просуммировать. Ну Сжигайк делает это просто. Он отбрасывает все высшие гармоники и глаз все равно не заметит почему. И тогда те низкие гармоники которые тут остались в изображении они создают несуществующие эфириакции. Это направление сканирование было сканирование так работало. не сканирование там просто поза сматерство было середина. А это дути которые появились потому что программа сжатия файлов выбросил вид высшие гармоники сканирование сканирование они нарисовали на темном фоне не существующие эфириакции как проверить да посмотреть другие кратеры не может быть в каждом кратере сканирование 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 не особенно научно скорее просветительское но вполне полезно Луна Луна тоже как выясняется Луна как целая не просто база на Луне Луна как целая иногда смущает людей все думают многие думают что Луну только ночью можно наблюдать днем Луны не бывает днем о пожалуйста на дневном не это люди шарахаются нахрен люди смотришь что что-то днем летало Луна и с Луной вообще с Луной очень много связано я не успею больше всего рассказать уже 3 часа надо вас отпускать но одно явление попробуйте сами его как нибудь на ней зависит в нынешний сезон это будет очень легко по небу летят облака и в ныне видно облачность облачиц и в разрыве облаков вдох возникает Луна на какое-то мгновение и облака снова ее закрывают так вот если вы каким-то боковым зрением это заметите вам покажется что не облака лети а что Луна в противоположном направлении движется какая-то особенность нашей системы зрения и трудно сказать с чем он связан у меня есть своя идея на этот счет почему нашим предкам или может быть даже не предкам а вообще доисторическим животным к которым мы произошли важно было маленький объект на большом фоне считать подвижным а не фон движущийся рядом с маленьким объектом подвижным исторический человек плотная стена камыша какого-то и в том что-то михнуло вы можете но ваш мозг может интерпретировать это так камыш поет что вы какая интерпретация то же самое я знал я уже этот эффект даже в одной книжке и как-то выйдет из галиши рядой утром летел по неболуна потом уже остановил свои мозги и вот такая история а вот это что? баргей это мы теперь понимаем а мне этот снимок прислала сотрудница биофака ужасе но она пока не знала куда послать астроном почему астроном должен разбираться в радужных явлениях не знаю но вот я ей объяснил чем солнце на месте выпустил так братцы не могу задерживать у вас уже честный когда-нибудь продолжим